Всем привет, меня зовут Евгений Князев, мне 25 лет, я являюсь основателем компании Князев Флаус, Князев Академия. Сегодня мы поговорим про флористику, про путь, как я начинал заниматься цветами и что сейчас я имею. Начал увлекаться цветами я с 12 лет. В 13-14-15 лет я работал на рынке по выходным, школа с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье я со своими братьями, сёстрами продавали цветы. Я в 13 лет первый раз поехал в Крым за цветами. С Николаевой на автобусе, родителям сказал, что я еду к другу на дачу, а я поехал в Крым, в Борчисарай, приехал в Симферополь, в Симферополь я на западную автостанцию, с той автостанцией я поехал в Крым. Меня там ждала женщина одна, с которой я познакомился в Николаеве, она приезжала с Крыма в Николаев, продавала цветы, сдавала оптом. Вот так вот начался, вот я поехал в 13 лет в Крым, привёз туда много цветов, подснежников, луковиц разных. И вот с того момента мы начали выходить по выходным на рынок, продавать это всё. И всё так шло, шло, шло хорошо, мы очень хорошо зарабатывали. И в 16 лет, после 8 марта, у меня было 4 точки на рынке, мы продали очень много цветов, заработали много денег, и я взял в аренду обычный ларёк, мах. На тот момент всё, что мы заработали, я вложил в бизнес. И на тот момент, я помню, у нас там, получается, так и рынок шёл, 20 магазинчиков, и мой отдельно стоял вообще. У меня была самая первая вывеска, это было 10 лет назад. Вывеска эта есть, я вам покажу её, потому что этот ларёк уже снесли, а эту вывеску забрали знакомые, которые до сих пор сейчас занимаются, они пилаются там и работают. Также у меня была самая красивая мебель на тот момент, несмотря на то, что это был ларёк, я заказал мебель хорошую, полки белые, всё, как сейчас у меня в салоне, да, там белая мебель, точно так же у меня была там. Но я работал, у меня было очень много клиентов, всё было хорошо, но я понимал, что никакого развития нету. Я смотрел в интернете, мне нравились там цветы, которые у нас даже не поставляли, как не было. Понял, что я не хочу уже продавать цветы, делать эти букеты, сетки, это всё, это уже прошлый век. И я решил поехать в Киев. И вот, как я сейчас помню, мне было 18 лет, 19 мая, я праздновал свой день рождения, продал бизнес, всё продал, ну, уже просто готовый бизнес, продал девочке, полностью всё, отпраздновал 18 лет и 20 мая на следующий день я сел в поезд и уехал в Киев. Вообще у меня был шок, потому что такие дороги, переходы, ну, это было настолько дико, люди, движение, потому что Николаев, ну, он, как бы, не маленький город, да, но всё равно. Соответственно, я там неделю, две, три гулял, ходил, всё смотрел, потом начал искать работу. Нашёл в цветочном магазине, тоже работал в ночь, потому что в день никто, ну, не брали, потому что, типа, говорили, ой, парень, ну, как бы, нет, парень, только в ночь, и я работал в ночь. Так, где-то я проработал полгода, где-то, да, в ларке, ну, я понял, что точно то, что было в Николаеве, как бы, эти букеты, эти розы, хризантемы, и я начал искать работу. Я создал резюме, и тут мне, там, звонили, писали, разные компании, типа, вот, выходите, и я, думаю, боже, как, куда я пойду, куда я, ты шо? Ну, я боялся, переживал, думаю, как, что там. И тут мне предложили работу, я пошёл опять в ларёк, потому что надо были деньги. И здесь мне с одной компанией позвонили, а я уже вышел на работу, я там потом в интернете пробил, что это за компания, всё. И, а я на работе, я позвонил другу, и, пожалуйста, приедь, посидите по часу, я поеду на собеседование. А он вообще в цветах не соображает вообще ничего. Я говорю, вызывай такси, давай срочно, то я еду, вызываю такси, еду на собеседование. И я приезжаю, там, двухэтажная студия, всё красиво, я думаю, боже, как я туда пойду? Я позвонил там знакомого, говорю, вот я приехал, что делай, там, она такая, не бойся, иди, у тебя всё получится. Я захожу в эту студию, там, холодильник большой, гортензий, пионы, всё такое, ну, много девочек, флористов там, ну, очень много людей было. И я пришёл, мне подошёл, директор подошла, мы с ней познакомились, пообщались, она такая, ну, соберите букет там, то я захожу в этот холодильник, я не знаю, что брать, потому что, ну, что можно, не бойся, бери, что хочешь. Ну, я взял маленький, я помню, там, ветка Яна, местная роза, то, что я, ну, как бы, с ней работа знаю, там ещё что-то, собрал маленький букет, ну, понятно, что просто букет так сложил, перевязал, ну, она подходит, посадила, сбирает там, то вот, ну, мы можем предложить три с половиной тысячи гривен в месяц. А я вот снимал квартиру на тот момент за четыре, я понимаю, что, я вот так, конечно, а потом я вышел, думаю, как его, ну, ничего, я думаю, я, ну, начну, и тут у меня первый день, и первый день моей работы, я прихожу, и меня отправляют в Хаят на оформление дня рождения, просто, типа, помогать, там, носить ящики, ну, типа, грузчика. Я приезжал, а там масштабное оформление, я не могу сказать, чьё это было оформление с наших политиков, для меня это был вообще шок. Проработал я там две недели, и Людмила позвала директора, говорит, «Жень, смотри, мы пересмотрели, мы тебе ставим ставку восемь тысяч». А на тот, ну, я пришёл на три с половиной, но я просто себя очень хорошо хайвил, я там туда, ну, я максимально всё, вот, что, где, я смотрел, ну, чтобы максимально всё выучить. И я там работал, соответственно, больше, 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 зарплата была. Ну, потом я понял, что это очень крутая компания, как вот для начала, да, там, опыта, и они очень, они, сколько там, лет 10 уже, да, у них, ну, это сильная компания, и у них там уже 200 человек, и я просто на трудную и думал, «Боже, ну, реально, ну, классно». Мне предложили работу там в своём месте, я уволился, хотя мне тоже предлагали, там, чуть-чуть больше зарплаты, но я думаю, нет, ну, там мне предложили очень хорошую зарплату. Я ушёл. Я пошёл работать в тот магазинчик, он вообще был полупотвальный, но там зарплата была хорошая, на тот момент, как бы, думаешь, тоже зарабатывать, но я вам хочу сказать, что я проработал там два месяца, даже с такой большой зарплатой, я потом, я просто туда ходил на работу, как на войну, потому что собственница компании, она тебе там, интернет-магазин заказали букет, она тебе вместо там пиона, нежно-розового, даёт гвоздику красную. Ничего там, ну, как, ну, и меня это убивало больше всего, но мне не нравилось делать с интернета, вот эти букетики там маленькие, ну, и когда у вас разное мнение, разные вкусы, вы не можете работать. Я просто написал сообщение вот такое, помню на тот момент, что извините, ну, я на работу ходил как на войну, я написал свою правду, что мы с вами разные, ну, я не могу с вами работать, как бы даже вот такая зарплата, я потом понял для себя, что неважно, ну, важно, конечно, да, там оплата, но самое важное, ты должен себя чувствовать комфортно, ты должен на работу выходить, как на праздник, ты должен бежать туда. Параллельно я работал там, я работал ещё в компании одной, на тот момент она была очень известная, ну, мне нравилось, и там я работал, и мне предложили там арт-директором, и я там работал, ну, я могу сказать, что это место, где я работал, да, там, вот там, 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 но это было для меня самое душевное место, у меня была пятидневка, я приходил туда вообще, просто субботу-восвесенье, я приходил там, девочкам приносил сладости, то мы общались, я не мог ни дня быть без работы, мне говорят, слушай, ты можешь посидеть дома? Нет, а я приходил, там, что там, как, мы вечно оформляли фасады, у нас там свадьбы были, ну, мне очень нравилось, там, это, ну, очень красивый салон такой, в центре города, я всё делал для того, чтобы его поднять, потом, как я начал работать, соответственно, у нас выросли кассы, да, собственница говорит, Жень, запишите этот день, там, ты что, там, касса самая большая, не была, это не касса, это, это нормально, это должно быть, потому что многие компании, которые, да, работают, я приходил, там, касса, да, там, выручка, но это мало, для такого салона, да, где он находится, как он, что он, ну, это мало, соответственно, я там проработал, и я уволился, потому что пришёл директор, и я уже просто в два месяца, когда она пришла, новый директор, просто я был альт-директор, и был ещё директор, и я приходил на работу, как на войну, вот, просто, вот, я видел этого человека, пусть даже если вот этот человек смотрит, это видео, я думаю, он посмотрит, и многие поймут, за кого, ну, вот, просто, мы настолько радостные, что я приходил на работу, мне просто не хотелось ничего делать, и уже пришёл такой момент, когда она говорит, Женя, типа, что за черт ты, я сказал, что, ну, так и так, да, там был ещё один инцидент, не очень хороший, ну, если бы, конечно, этот человек бы не прошёл, я бы там работал бы, и сейчас бы, но, с одной стороны, хорошо, что так произошло, я уволился, был где-то, может, полгода без работы, занимался шариками ещё дома, у меня дома баллоны были, сейчас они есть уже в салоне, ну, на жизнь хватало, как бы, да, но я понимал, что надо что-то делать, и я не мог здесь без работы, создал инстаграм, у меня были свадьбы свои, тоже, я ушёл, слабо, но клиенты остались, и они писали мне, ну, как бы, я говорил, что это мне работа, но люди хотели, чтобы я занимался именем проекта, я начал выставлять эти свадьбы, потом начал потихоньку, у меня постоянно клиенты начали заказывать букеты, ну, дома покупал цветы в ванной на балконе, в холодильнике даже, там освобождал холодильник, было такое, что закупал очень много списания, потом я понял, что, ну, дома неудобно, всё равно надо собирать какие-то деньги, может, какую-то студию, смотрел холодильники, вот эти для пива, там какие-то, заказал холодильник этот, в итоге мне киданули, ну, просто не отправили его, это я на ВЛАИКС, и я не проверил информацию, думаю, о, хорошая цена, я сразу оплатил, полную стоимость, потом мне просто человек написал, что извините, я сижу в тюрьме, Бог вам поможет, вы знаете, на тот момент, у меня не было много денег, я думаю, блин, капец, но я был настолько спокоен, что я думаю, ну, я ему написал, дай Бог вам здоровья, ну, я даже не был злым, ну, значит, так надо, нашел помещение, квартира, однокомнатная, она стоила 12 тысяч, две комнатки, это не квартира без кухни, просто две комнаты, туалет, всё, ну, там, конечно, был пипец полный, я, три месяца, ну, там, я снял в аренду, одну комнату сдал, ребятам, там снимали видео, в одной комнате был я, чтобы вы понимали, ты сходил, там пол, там пол просто гнилой был, мы сделали там ремонт, красили стены, наверное, раз 50, там слизняки ползали, ну, на тот момент, мы его так, крыли в порядок, новый ковролин постелили, полностью, ну, я купил холодильник, уже профессиональный, небольшой, маленький, два метра на метр, мне его устанавливали, эти переезды, это тоже очень, ну, с этим холодильником намучились, но он уже, пять раз переехал, и сейчас он здесь, как у нас, просто технический холодильник, и уже там я начал работать, уже выставлять больше букетов, я делал большие букеты, фоткали, выставляли, много клиентов начали появляться, новых, 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 так потихоньку, шел, 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 потом, там уже было мало места, там было где-то 7-8 квадратных метров, до 10, и я нашел другое помещение, 25 квадратных метров, тоже переехали туда, сделали там ремонтик, покрасили стены, там холодильник, это работали онлайн уже, но клиенты приезжали, мы им выносили, потому что это был подвал, я не очень хотел, чтобы клиенты заходили, там у нас было симпатичное, у нас был профессиональный стол, флористический, мы там цветочные салоны закрывались, мы покупали там мебель какую-то, ну, такое, но была сборная солянка, ну, у меня всегда у меня мечта была открыть салон, да, мне предлагали там деньги, там кредит, там 20-100 тысяч долларов, типа, для бизнеса, но, я понимал, что я не хочу от кого-то зависеть, и я сам смогу, я потихоньку шел, да, многие думают, что кто-то мне помог, что я взял кредит денег, нет, у меня было 10 тысяч гривен, 12, я тогда снял помещение, и я там 3 месяца делал ремонт, холодильник я не покупал, цветы у меня были у знакомых в холодильнике, я там просто 3 месяца собирал, копил по чуть-чуть, ну, у меня не было денег вообще, это наступил карантин, это первое помещение, потом второе, и потом уже, когда мы уже выросли, у нас больше клиентов, уже на маломесто, уже и флористов я начал набирать, и помощники флористов, и уже администратор, который там принимал заказы, потому что я уже не успевал, потому что я на закупке, я рекламу устраиваю, я там то-то-то-то, и я понимал, что мы были в подвале, да, и приходили флористы, некоторые смотрели на это все так, ну, подвал, там, да, окно, света нет, туалет там общий был, там, офисы, кто-то, ну, условия, ну, я сразу, когда мне звонили, там, я говорю, что у нас не лакшери-салон, у нас, ну, все будет, как бы, да, мы к этому двигались, мы шли, я говорил, что вот-вот, я ищу помещение, потому что тоже, ты должен понимать, должно быть подходящее помещение, хороший свет, я много, я уже должен был подписать договор, то они слетело, они говорят, мы передумались давать в аренду, там будет кафе, ну, окей, у меня мечта была, чтобы это было такое пространство, чтобы это был салон, салон с цветами, кофейня и кондитерская, ну, вот у меня мечта просто такая была, ну, я думаю, в дальнейшем это все будет, сейчас мы растем, идем к этому, и приходили девочки, смотрели, некоторые работали, их все устраивало, некоторые пришли, поработали месяц, ушли, потому что условия не подходили, ну, я говорил, вот, скоро, вот, 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 ну, как бы, вы тоже должны понимать, что вы пришли на работу, вы на все готовое, ну, хотите все готовое, но так не бывает, вы должны пройти через это, ну, если человек прошел через это все, проработал в таком месте, потом в таком, в таком, в таком, и он, и это сильный человек, и с него будет толк. Я тоже, когда работал в салоне, уборщиство приходило раз в неделю. А ее не было, и мы платили ей деньги за раз в уборку. И я говорю, давайте я, потому что мне надо были деньги. Я закрывал салон, я вымывал, мыл полы, все, туалеты, ну как бы, и это нормально. Ну как бы, человек должен пройтись, мыть полы, мыть вазы, и он идет, 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 и потом он достигает этого. А если человек решил просто, вот я хочу быть суперфлорист, или я там, типа, такой вот крутой, а на самом деле ручки вот так, ничего не могут. Точно так же, да, например, если человек, много клиентов там, боже, классно, вы работаете с цветами, это же так красиво. Вот у вас такая работа, а то, что поставки ты тягаешь, там, большие ящики, в час-два ночи ты ездишь на поставки, приезжаешь, подрезаешь это все, это не так легко все, как кажется, а вазы большие тягать. На самом деле, профессия флориста, это мужская профессия. В Европе 80% флористов это мужчины. Это у нас в Украине, да, там так думают, да, парень флорист, типа, там, когда приходят люди, ау, мне надо букет позовите кого-то. Они типа, у них шок, ну как это. Нет, на самом деле, ну, это у нас, подождите, я сколько летаю, в Европе заходишь, везде мужчины. И вы должны понимать, что цветы, это как организм человека, что им нужен хороший уход, подрезать цветы. Очень много зависит энергетика человека. Это настолько индивидуально, да, это касается каждого определенного цветка, это не касается всех цветов. У каждого, и на самом деле, очень много. Кто-то любит воды вообще, чтобы было там два сантиметра, кто-то любит воды, чтобы было по горло цветка, да, там, правильно подрезать цветок. Ну, много нюансов. Это уже мы будем разбирать немножко чуть позже, про каждый цветок изучать в следующем видео. Также я хочу сказать за персонал. Это, на самом деле, очень важно. Важно от того, что, насколько зависит ваш бизнес от персонала. Я хочу сказать то, что очень много, да, там, заканчивают курсы флористики, звонят, приходят, да, что вот, мы закончили курсы, там, есть школы флористические. Ну, вот, когда люди приходят, говорят, вот я закончил курсы, она думает, что все, я то флорист, у меня сразу будет зарплата, я буду, кажется, круто. Нет. То, что вы закончили курсы где-то, это не означает, что вы уже, там, помощник флорист или флорист. Нет. Эту профессию, флорист, да, ее нужно любить, чтобы была любовь к цветам, а не просто, что вот, можно зарабатывать хорошие деньги. Если вы будете любить цветы, и вы будете делать шикарные букеты, у вас очень классный вкус, то вы будете зарабатывать, ну, вы будете зарабатывать, ну, вот, ко мне, когда приходят люди, да, я вижу, что они толковые, да, там, зато классно делают букеты, вижу, что у них есть вкус, стиль, все, быстро, то я сам людям доплачиваю, поднимаю зарплату. А когда люди пришли, 6 лет опыта работы, у меня был случай такой, она пришла, она не знает, что такое бутонерку, бутонерку для жениха сделать. Я говорю, ну, как? Я говорю, чем ты занимала 6 лет? Я пила вино, собственница, мы ездили на отдых и так далее, все понятно. Поэтому этот бизнес уже закрытый, много бизнесов, цветочек закрывается из-за персонала. Поэтому я каждый день нахожусь на работе для того, чтобы все четко контролировать. И когда я нахожусь на работе, у нас очень много заказов. Ну, про персонал у нас выйдет отдельный выпуск, я вам буду рассказывать очень много информации, как правильно подобрать персонал. Также я вам хочу сказать, что скоро у нас открывается Князев Академия, у нас будут курсы онлайн, у нас будет оффлайн, курсы будет помощник флориста, флориста, бизнес-курс, который поможет вам открыть бизнес с нуля, который мы будем курировать. Также я хочу разыграть вот таких вот 10 боксов от Князев Академии. Снизу под видео мы напишем, какие будут курсы, да, тут будет онлайн-курс, бизнес-курс, курс флориста, мастер-класс, мастер-класс новогодний, ну, разные. Мы напишем внизу под видео, какие тут будут. Условия конкурса. Вам нужно выставить видео в Инстаграм с ссылкой на это видео и написать, что для вас флористика. Также быть подписанным на Князев Флаверс, Князев Флорист и Князев Академия. Также, если участвуют все, все страны, кроме России, если вы выиграли, вы находитесь там в Италии, в Америке или где-то, да, мы тогда сможем с вами провести онлайн-курс, ну, без проблем, какой у вас будет бокс, да. Мы сможем отправить, я думаю, тоже в любой город, в любую страну этот бокс, у нас доставка по всему миру будет. Также спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до следующего видео.